Привет, YouTube! Решаем задачу номер 82 из сборника Демидовича. Пользуясь критерием Каши, доказать сходимость следующих последовательностей. И в номере 82 нам предлагают последовательность xn равная a с ноликом плюс a1q плюс и так далее плюс an uvn, где модуль Акадых меньше m для всех k и модуль q меньше единицы. Итак, давайте сначала вспомним критерий Каши. Сходимость последовательности равносильна следующему условию. Для любого ε больше 0 существует n большое, зависящее от ε, которое мы и будем находить. Такое, что для любого n маленького больше n большого и для любого p больше 0 модуль xn плюс p минус xn меньше ε. Давайте запишем, чему равняется модуль xn плюс p минус xn. Итак, xn плюс p это a с ноликом плюс a1q плюс и так далее плюс где-то есть an uvn плюс an плюс 1 на q в степени n плюс 1 плюс и так далее. Это я записал xn плюс p. Это я записал xn плюс p. Минус. Записываем xn. Это a с ноликом плюс a1q плюс и так далее плюс an q в n. Модуль закрываем. Сразу видим, что a с ноликом и a с ноликом взаимно уничтожаются. a1q и a1q с минусом взаимно уничтожаются. И так далее происходит это до последнего слагаемого в xn. То есть, по сути, первое n плюс 1 слагаемое в xn плюс p исчезает. И у нас остается модуль an плюс 1 на q в степени n плюс 1 плюс и так далее плюс an плюс p на q в степени n плюс p. Меньше либо равно и воспользуемся неравенством треугольника. Отметив, что модуль суммы не превосходит сумму модулей. То есть, получается, модуль an плюс 1 умножить на q в степени n плюс 1 плюс и так далее плюс модуль an плюс p на q в степени n плюс p. Равно. Теперь давайте воспользуемся тем, что модуль произведения равен произведению модуля. И запишем, что это модуль an плюс 1 умножить на модуль q в степени n плюс 1 плюс и так далее плюс модуль an плюс p умножить на модуль q в степени n плюс p. Теперь давайте поставим знак меньше и вспомним, что у нас есть условия на коэффициенты акаты. Они все по модулю меньше m. А значит, здесь у нас меньше m, an плюс 1 и в каждом слагаемом то же самое. И an плюс p по модулю тоже меньше m. А значит, записываем m на модуль q в степени n плюс 1 плюс и так далее плюс m на модуль q в степени n плюс p. Равно. Теперь видно, что m выступает в качестве общего множителя. Мы его выносим за скобку. А еще давайте вынесем за скобку модуль q в степени n плюс 1. Тогда что останется? В первом слагаемом единичка. Во втором слагаемом, оно здесь не написано, останется модуль q плюс и так далее плюс. Ну а в последнем останется модуль q в степени p минус 1. И мы видим сумму геометрической прогрессии со знаменателем модуль q. Поэтому можем сложить. Получается m на модуль q в степени n плюс 1 умножить 1 минус модуль q в степени p разделить на 1 минус модуль q. q у нас по модулю меньше единицы. Значит, модуль q в степени p также меньше единицы. А единица минус выражение неотрицательное, которое меньше единицы, само меньше единицы. Поэтому единица минус модуль q в степени p меньше единицы. И далее мы можем записать, что наше выражение строго меньше, чем m на модуль q в степени n плюс 1 разделить на единица минус модуль q. Видим, что здесь у нас уже не фигурирует p. И это очень здорово, потому что теперь мы ставим, что это меньше епсилон. И отсюда давайте выразим n маленькое, чтобы понять, к чему же нужно положить n большое. Ведь если m умножить на модуль q в степени n плюс 1 деленное на единицу минус модуль q будет меньше, чем епсилон, то и разность в модуль xn плюс p и xn будет меньше, чем епсилон. Итак, давайте вот в последнем неравенстве умножим обе части на единицу минус модуль q и разделим на m. Тогда получится, что модуль q в степени n плюс 1 меньше чем... Знак неравенства у нас не меняется, все выражения строго больше нуля. епсилон умножить на единицу минус модуль q разделить на m. Теперь давайте прологарифмируем обе части по основанию модуль q. Учитывая, что модуль q меньше единицы, знак неравенства изменится на противоположный. Получается, что n плюс 1 строго больше чем логарифм по основанию q епсилон на единицу минус модуль q деленное на m. Теперь выражаем n. n больше чем логарифм по основанию модуль q епсилон единица минус модуль q деленное на m минус 1. И теперь уже видно, что в качестве n большого нужно взять вот это выражение. И мы записываем найденное выражение к n. Для любого ε больше 0 существует n, теперь уже равное, логарифм по основанию модуль q от епсилон единица минус модуль q деленное на m минус 1. Действительно, если n маленькое больше такого n большого, то у нас выполняются последние неравенства. А это значит, критерий каши выполнен, и мы заключаем, что наша последовательность сходится. Сделаю еще небольшое замечание, что вот эта вот фиолетовая запись в конце, где мы находили n большое, на самом деле не нужна. И впоследствии можно не делать эти выкладки и не прописывать, чему равно n большое. Ведь как только мы видим выражение m умножить на модуль q, степень n плюс 1 деленное на единицу минус модуль q, и вспоминаем, что модуль q меньше единицы, мы видим, что вот это выражение на самом деле стремится к нулю. И этого нам уже достаточно. Так как оно стремится к нулю, то значит оно и будет меньше ε, начиная с некоторого номера n большое. Однако проделанные выкладки не будут лишними. И лишь в очередной раз нам напомнят, как находить n большое в определении предела. На этом все. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте в группу ВКонтакте и обращайтесь за решением ваших задач.